Многие из тех, кто только начинает знакомиться с миром вейпинга, часто слышат такие непонятные слова, как МТЛ, ДТЛ или же сигаретная затяжка и кальянная затяжка. Вы, наверное, уже догадались, что это два совершенно разных вида парения. И в этом видео я отвечу на такие вопросы как, в чем разница между ними и что лучше всего выбрать для себя. Если вы, бывший курильщик, и вдыхаете пар точно так же, как вдыхали сигаретный дым, то я вас поздравляю, вы овладели техникой изо рта в легкие или же МАУС ТУЛАНГ или МТЛ. Все это означает вдох, задержка пара во рту и затем втягивание его в легкие. Зная все это, мы можем легко понять, что ДТЛ, то есть ДТЛ, это вдыхание пара непосредственно сразу в легкие. Так в чем же разница и почему существует два совершенно разных вида обдувов? По сути, затяжка изо рта в легкие это то же самое, что и затяжка обычной аналоговой табачной сигаретой. В МТЛ-баках, МТЛ-дрипках, подах и одноразовых электронных сигаретах, как правило, используются спирали или намотки с более высоким сопротивлением. И они лучше всего работают при низких настройках мощности. Поэтому, если у вас простой пот или одноразка, то затяжка МТЛ будет для вас лучшим выбором. При использовании баков с большим обдувом или же мощных пот-систем, вейперы сразу же вдыхают пар в легкие. Это разительно отличается от курения сигарет и похоже на затяжку кальяна. Такой стиль парения наиболее распространен у людей, более привычных к вейпингу. Сабомные баки и дрипки, как правило, имеют еще более открытый воздушный поток и используются в паре с мощными модами. МТЛ-затяжка идеально подойдет всем курильщикам, которые переходят с аналоговых сигарет на электронные. Если вы ищете более схожие с курением ощущения от вейпинга, то МТЛ-затяжка будет для вас идеальным выбором. Плюсы МТЛ-затяжки больше похожи на курение, меньшее потребление энергии и жидкости, спирали живут гораздо дольше, ну и конечно же удар по горлу будет сильнее. Минусы. Мало пара, но для многих это не является минусом, поскольку они просто не любят большие облака пара. Ну а второй небольшой минус это то, что нужна жидкость с довольно большим содержанием никотина. Лучшими девайсами с МТЛ-затяжкой являются подсистемы, одноразовые электронные сигареты, специальные МТЛ-баки и МТЛ-дрипки. Зачем нужна ДТЛ-затяжка? Вейпинг с затяжкой прямо в легкие это совершенно отдельный вид вейпинга. Это гораздо меньше похоже на курение, но позволяет получить максимальную производительность от некоторых девайсов. Как делать ДТЛ-затяжку? Вы просто делаете глубокий вдох из вашего устройства прямо в легкие. Это похоже на курение кальяна. Затяжка такого рода подойдет для создания огромных облаков пара и получения достаточного количества никотина без сильного удара по горлу. Также эта затяжка славится своей потрясающей вкусопередачей. Для такого рода затяжки идеальным соотношением глицерина в жидкости будет от 70% и выше. Плюсы свободной затяжки. Огромные облака, довольно слабый удар по горлу и огромный выбор жидкости. Минусы. Большое потребление жидкости требует больше энергии, но и нагревательные элементы и испарители будут выходить из строя немного быстрее, чем в случае с МТЛ-ной затяжкой. Ну и подведем итоги. Если вы только переходите с аналоговых сигарет на вейпинг, то ваш выбор обязательно должен пасть на МТЛ-ную, то есть сигаретную затяжку. А если же вы человек, который далек от курения и просто хочет попробовать все прелести вейпинга, то обязательно берите свободную затяжку. Так как у вас минимизируется удар по городу, вы получите огромные облака и невероятную вкусопередачу. А с вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.